Деньги лишними не бывают. Думаю, с этим выражением вряд ли кто-то поспорит. Тем не менее, как показывает практика, компенсацию платы за детские сады оформляют не все родители. Почему так происходит и как это может сказаться на городской казне, узнавала наша съемочная группа. Егору пять лет, он ходит в старшую группу. Компенсацию родительской оплаты его мама оформила сразу, как привела ребенка в детский сад. Так как у Анастасии есть еще и дочь, школьница, только к родителю двоих детей ей положена компенсация в размере 50%. Для семьи это очень существенно. Тем более, мы снимаем один раз в год деньги, и получается как бы накапливается приличная сумма, и потом мы тратим их на ребенка. Ну, что он хочет там, куда-нибудь там, игрушки или еще что-то там. С января 2014 года один день ребенка в детском саду обходится родителям примерно в 91 рубль. В месяц набегает около двух тысяч. Если в семье один ребенок, то компенсируют родителям 20% оплаты. В месяц это сэкономит для семейного бюджета 382 рубля. Для тех, у кого двое детей, экономия составит уже 50% или 955 рублей. Ну, а если трое, то и все 70% или 1338 рублей. Чтобы получить деньги от родителей требуется заявление, справка о составе семьи, документы, удостоверяющие личность, копия ИНН и договоры с детским садом. Казалось бы, и перечень документов не слишком внушительный, и средства приличные. Однако до сих пор есть те, кто компенсацию не оформляет. В месяц сумма не такая существенная получается. Но вот, возможно, мы все-таки оформим компенсацию, потому что за год, в принципе, набирается какая-то приличная сумма. На данный момент тех, кто еще думает, отказывается или вовсе не нуждается в подобных мерах, осталось 10%. В связи с повышением родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях у руководства города вопрос по компенсационным выплатам стоит в приоритете. Ежемесячно проводится мониторинг семей, которые не получают у нас на сегодняшний день компенсации. И затем продолжается работа, индивидуальная работа с каждым родителем. Приходится объяснять, говорить, что эта процедура не так и сложна. Между тем, отказ от компенсации вполне может повлиять на бюджет не только семейный, но и городской. Дело в том, что деньги на эти цели выделяет федеральная казна. Если средства осваиваются не в полном объеме, то в следующем году их в город может поступить меньше. А это, в свою очередь, может аукнуться не только на компенсациях, но и, к примеру, ремонте детских садов. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.